Есть простой механизм, это создание ячейки, когда человек свою ячейку, свою команду набирает около 5 человек, 5 или 10 человек максимум, из доверенных людей, друзей, родственников, коллег по работе, именно тем, кому он доверяет и создает команду единомышленников из числа этих людей. Допустим, это 5 человек. Затем эти люди, ячейка, выходят на связь со штабом ДВК. Мы дали все координаты, телеграм, ватсапе. Мы начинаем взаимодействовать, выходить на видеоконференцию. При этом это будет очень конфиденциально. Второе. Эти ячейки не должны контактировать с другими ячейками, с незнакомыми людьми, потому что в этих ячейках могут быть ненадежные люди или какие-то провокаторы. Вот собственная работа, взаимодействие со штабом, формирование команд, формирование вот таких лидеров приводит к тому, что в день проведения митинга на местах обязательно будут гражданские активисты, которые будут организовывать этот митинг, вести за собой людей. Поэтому я пользуюсь случаем, обращаясь, уважаемые друзья, к вам, выходите к нам, создавайте ячейки. Сейчас наступил ключевой момент в истории нашей страны, когда фактически вся нация стоит перед выбором, умереть или победить. Вот сейчас такова ситуация. Именно поэтому люди выходят сейчас на массовые митинги. Именно поэтому в 12 регионах страны впервые за длительный период вышли люди. При этом в те города, которые ранее не выходили в принципе никогда, у людей отняли последнюю их возможность иметь работу. Последнюю. У них нет выбора. Их прижали к стенке, поэтому они выходят, и они будут выходить. Редактор субтитров А.Семкин